всем привет продолжаем изучение sdl и сегодня у нас урок 13 все уроки взяты вот отсюда вам и я иду так как сделал автор по тему не добавляй ничего лишнего лишнее могу добавить только там немного чуть-чуть другую реализацию вот свои картиночки ну может быть еще что-то но тема остается там которая указана автором так вот сегодня урок 13 альфа-блендинг то есть смешивание работа с альфа-каналом альфа-канал это ну альфа-канал обычно отвечает за так называемую прозрачность картинки вот и вот сегодня сегодня поработаем с прозрачностью и у нас в принципе проект ну как и всегда мало чем отличается от предыдущего то есть предыдущем уроке мы смешивали цвета то есть red green blue устанавливали вот и об этом говорили и смотрели на формулу сегодня сегодня практически то же самое ну то есть в класс наш класс текстура текстура добавились две новые функции set blend мод то есть установить режим при котором будет это альфа смешивание работать и установить альфа соответственно для этого всего вот просто добавляются две новые функции то есть или или точнее так берутся в оборот две новые функции то есть то есть загрузка файла осталось все осталось только вот нужно вызвать еще две дополнительные функции и так смотрите а давайте посмотрим на sdl текстур blend мод что это такое на используйте эту функцию для того чтобы установить blend мод для текстуры ну и это все работает если мы используем sdl рендер копии ну а sdl рендер копии то мы конечно же где-то тут используем рендер рендер а вот рендер вот sdl рендер копии вот дальше смотрите и вот у нас разные режимы sdl blend мод но он значит нету никакого альфа дальше вот альфа смешивание дальше какой-то аддите в бленде нах blend мод а д д и blend мод мод color модулей короче смотрите здесь везде формулы то есть вы можете поэкспериментировать вот и и и и и то есть этот сам цвет а это альфа как получается вот вот соответственно в этом режиме в этом режиме у нас цвет умножается на вот эту альфа а здесь просто цвет на цвет а альфа остается короче с этим можете поэкспериментировать мы же устанавливаем мы же устанавливаем где тут blend мод так сейчас где тут загрузка вот лот менее и вот я загружаю картинку один и устанавливаю sdl blend мод то есть соответственно blend вот то есть расчеты идут по этой формуле 1 ты загружаю две картинки и для каждой из них устанавливаю дальше для того чтобы менять альфа канал нужно вызывать эту функцию sdl set текстур альфа мод то есть использовать эту функцию для того чтобы установить дополнительное значение альфа канала вот и расчет альфа канала здесь вот расписан значение альфы так и что сюда надо передать сюда надо передать значение то есть знакими значениями мы можем оперировать от 0 до 255 есть теперь смотрите теперь смотрите что еще функции main функции main я еще добавил два значения альфа то есть 255 это для картиночки 1 и 0 для картиночки 2 и соответственно по кнопочкам q и я для картиночки 1 увеличиваю ну а если больше чем равно 255 то обнуляю и для картиночки 2 уменьшаю соответственно по w все идет наоборот для картиночки 2 увеличивали картиночки 1 уменьшаю вот и давайте наверное все таки не на 25 она 15 вот так вот я сделаю это все нужно было бы в константы вынести ну и так пойдет и так теперь запускаем теперь смотрите вот у нас картиночка эта картинка 1 для картинки 1 blend вот это вот значение установлено в 255 она видна то есть прозрачности нет для картинки 2 прозрачность вот такая значение 0 значит она полностью прозрачна теперь давайте давайте нажмем клавишу w и будем уменьшать альфа канал то есть вот здесь смотрите я вызываю функцию set альфа и рисую дальше для второй картинки set альфа и рисую ее теперь теперь давайте с помощью клавиши w по уменьшаем этот канал раз 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 как вы видите одна картиночка начинает пропадать а вторая начинает появляться то есть прозрачность как вы видите у нас есть вот еще небольшой круг есть вот его вроде уже нету давайте назад вот так вот вот но здесь все равно все равно мне заметно по крайней мере что а вот есть красненькая а вот здесь вроде бы уже и ничего нету вот соответственно работа управляя альфа каналом вы можете вы можете задавать прозрачность каким-то картиночка более того если еще работать с альфа каналом если еще с цветами работать можно еще какие-то цвета но смешивание цветов вот как в предыдущем уроке мы делали смешивание альфа но не смешивание установка и т.д. и т.п. наверное можно добиться каких-то интересных эффектов вот в принципе в принципе на сегодня все то есть вот здесь все в принципе то же самое что я и сказал но немного по-другому здесь показано что такое альфа к примеру при значении 255 вот эта картиночка видно на сто процентов при 75 она уже немного потухшая при 50 это 50 процентной прозрачность уже вот где-то так и при 25 процентах то есть это значение 63 она мы видим уже так постепенно исчезает исчезает и при значении 0 0 процентов альфа картиночка не видно то есть принципе все то же самое но здесь у меня другие картинки вот но на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока